Саш, не трогай, это моё. Рома, я даже подумать не могла, что ты такой жаден. А я здесь ни при чём. Виноваты предки, я бы даже сказал пращуры. Не поспоришь. Жадность возникла в человеке ещё в каменном веке, когда ему приходилось бороться за своё существование с природой и другими людьми. Когда по закону естественного отбора выживал сильнейший. Тот, у кого был больше топор, теплее шкура и безопаснее дом. Мы с самого рождения стремимся забрать, ухватить побольше, стать лучше, сильнее. Но вспомните, как дети отбирают друг у друга конфетки, игрушки. Потом взрослые внушают им стыдно быть жадным, и они внешне вроде бы изменяются. Но внутренне остаётся всё теми же первобытными людьми из каменного века. Жадность уходит куда-то в наше подсознание. Так как же связаны жадность и одиночество? Почему жадина не может быть счастливым? Отличная тема для разговора с нашей гостьей, потому что она не жадная, а самый позитивный психолог Наталья Толстая. Доброе утро. Наташа, доброе утро. Рад вас видеть. Доброе утро. Что такое жадность с точки зрения психолога? Жадность – это действительно древний рефлекс, который передаётся нам от родителей. Инстинкт самосохранения для того, чтобы у вас было где жить, что кушать, что надеть. Но если мы говорим о каменном веке, то просто обратите внимание, если у вас дома два кота, как они дерутся за еду, как в детском саду дают укусить, пальчиками держат, чтобы дальше пальчиков. Ни-ни, да? То есть у нас закладывают... Никто не учит жадничать. Поделись с мамой конфеткой, мы наоборот говорим. Но когда ребёнок начинает аккуратненько складывать своё в одно место, когда он начинает много учиться, родители радуются, что он жадный до знаний. До знаний. Да, и у нас накапливаются какие-то навыки, которые мы умеем. Где девочка вышивает, девочка играет на рояле, девушка берёт танцы, да? Мы их загружаем специально так, чтобы они уставали. А потом почему-то говорим, почему ты жадничаешь. Жадность – это как бы один из драконов человеческих утроба. А утроба она не только ест, она забирает всё себе самое лучшее для того, чтобы у меня это было. То есть нужна пещера. Что делает женщина? Вырывает нору, да, или дупло, и натаскивает туда всё, что нажито не поселим трудом мужа. Ну и своим собственным. Потом что она ещё делает? Накапливает вещи для того, чтобы каким-то образом залатать свою дырку внутри, когда он или занят, или отвлечён на машину, или на работу, или на маму свою. Бывают же такие моменты, когда мужчина убирает фокус с тебя, и тебе не хватает. Что женщина кричит прежде всего? «Дай мне денег, ты мне не додаёшь». Удивительно, но факт. На всей планете, на разных языках, женщины кричат одно и то же. Одно и то же, да. Должна быть жадность на доброту и на эмоции. А они бывают тогда, когда приходят чувства. Вспомни, когда ты влюбляешься. Ты же готова отдать последнее? Ну, готова, конечно, да. Ты делишь кусок пополам, а мужчины все говорят «люблю», «куплю», полетели». Правильно? Но потом как-то проходит этот период. Надо брать тёпленький пока, а он щедрый. Щедрый на эмоции, на хорошее настроение, на денежки, на свою квартиру, на свою машину. Как только уходит любовь, приходит раздражение, и мы начинаем собирать заначку, не давать ключи от собственного автомобиля, и начинаем друг другу «ты такой, ты такая, ты съела». Кто раньше стал, кто больше устал. Пока мы любим, мы не жадные. Смотрите, как интересно, пока мы богатые внутри, мы не накапливаем ерунды. Как только мы начали собирать, значит, там что-то недочитано, недоцеловано, недообнято, на ручки хочу, поэтому забарахлилась. Поэтому пошла на этот зыринг по магазинам и в очередной раз припорла три пакета на распродаже купленных ненужных вещей. Как же жить-то, жаденые, вот как жить? Как жить? Хорошо припеваючи. Надо просто самому себе внутри головы объяснить, что он домовитый. Или она. Или она. И приспособиться. То есть вот тебе, девочка, комод под твои бусинки, тряпочки, всякие бархотки, одну перчатку, одна стелька. Ну, собирают некоторые женщины. Главное, чтобы это не лежало на видных местах. Вот сундук со сказками. У дядьки шурупчики, прибамбулечки, какой-то насос, поломанный велосипед. Главное, чтобы он не лежал по центру квартиры, а где-то был в гараже. Не забирайте друг у друга сацки, которыми мы целуем свое бессознательное. Мы как бы закрываем вот этим накопительством что-то такое, чего нам не достает. Наташа, а как избавиться от жадности, вот если она все-таки мешает жить бывает? Если мешает, есть некоторые манипуляции. Рассказывайте, какие. Если вот скрут шмакдак, у него уже затертые эти джинсики такие, что вообще страшное дело, одни постиранные положите, а остальные все порежьте ножницами. Напишите сразу письмо красным фломастером. Я порезала все твои джинсы, в воскресенье пойдем все покупать. И убегайте из дома. То есть дайте ему возможность платить карточкой, потому что есть мужчины, да и женщины, которым вот денежку достать из кошелька очень тяжко. Это просто нужно спасаться, да. Давайте списочки и благодарите. Каждый раз, вот если он что-то сделал, припадок щедрости случился, 10 раз оду должны спеть дети, кот, даже бабушки все во дворе. То есть нужно максимально... Это воспитание, дрессура у животных. А у людей это называется воспитанием. Жадный мужчина, у него все есть. Жадный, у него есть в запасе и сахарок, и рисок, и денежка. Именно к жадному. Ты придешь и скажешь, выручи, пожалуйста, дай денежек взаймы. И самое интересное, что жадина даст. 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 Если ты просишь на учебу, если ты просишь на лечение, если ты просишь на что-нибудь умное, непременно даст. А на барахлу не даст, и молодец. Спасибо вам за щедрый интервью, за то, что вы подарили нам сегодня отличное настроение. Хорошего вам дня. Всем любви и добра. Пока.